Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Глимюк. Прогноз для Александра Добровинского на весь 2021 год. Хочу отметить то, что есть у меня на канале плейлист Михаил Ефремов. Там есть материалы, прогнозы для всех фигурантов, как я их называю, по делу Михаила Ефремова. Это и актеры, это и иные лица. Можете зайти и посмотреть. Есть также анализы матрицы. Это очень важно. Что касается Александра Добровинского и других фигурантов дела, да и вообще моего аккаунта, то я вынуждена с гордостью сказать, что прогнозы сбываются. Что касается Александра Добровинского и прогноза на 2020 год, сбылось на все 100%. Вся ситуация, о которой я рассказывала, даже называла даты, проигралась полностью. Итак, 2021 год. А 2021 год очень-очень сложный. Здесь будут проигрываться кармические узлы по самой личности Александра Добровинского. Если 2020 год захватил карьеру, то 2021 здесь будет проявляться или же проигрываться личность. Она проигрывалась и инспектировалась и в 2020 году, а вот 2021 год он будет более сложный. Это собственная воля, это отношение к жизни, это реакция на окружающую среду соприкасается прежде всего с партнерством. А партнерство – это тот же Михаил Ефремов, это друзья, это семья, это вот я, например, которая делаю для него прогноз. То есть все то, что окружает самого Александра Добровинского. Я не ошиблась, не оговорилась, сказав все то, что окружает, потому что в данном контексте важность имеют даже растения, которые находятся, например, в его доме или же во дворе. Сразу же, дорогие мои, убедительная просьба, не осуждайте меня. Я не могу, я не имею права и не хочу делать прогнозы. Возможно, кому-то нравится с матами, возможно, с какими-то такими замысловатыми, дерзкими словечками. Дорогие мои, это не ко мне. Я делаю прогноз с мягкой подачей, по-другому я не хочу и не буду. Итак, Александр Добровинский. И все то вроде как бы хорошо, и недвижимости много, и богатства много, слишком всего много. К сожалению, никак Александр Добровинский не найдет себе покоя. Энергия, которая будет ему даваться вселенной по судьбе, эта энергия будет уходить, я бы сказала, на самоуничижение, уничтожение, на саморазрушение. И появится некая озлобленность, которая больше проявляться будет на внутреннем плане и, конечно же, в кругу своих близких, если они у него еще остались. Могут возникнуть проблемы в области брака или же отношений. Ну, здесь уже не важно, муж, жена или просто блудуют, как я говорю. Люди не состоят в браке. Основная задача в том, чтобы согласиться со своей незаметностью. Тогда сохранятся общественные отношения и брак. То есть вселенная всячески будет закрывать дороги в социум, а вернее показывать Александру Добровинскому свое место в жизни. Что касается 2021 года и конца 2020 года, то Александр Добровинский без нужды не будет никуда выходить. Он уходит в полную изоляцию. Более того, сразу же сделаю оговорку по поводу выезда или же отъезда из страны. Это становится невозможно. Выезд или же 12-й дом гороскопа для Александра Добровинского закрыт. Весь 2021 год Добровинского сопровождает период ошибок, прежде всего по отношению к обществу, к существующей системе власти. Это уже началось в 2020 году и даже еще раньше. Но раньше Александр Добровинский власть воспринимал как друга, как подружку, потому что все дела, которые он делал не то что за спиной этой власти, а за спиной своих клиентов, социума, ту власть, которую сейчас он осуждает, неприемлет, считает безнравственной. Как только его лишили статуса адвоката, все его перестало устраивать. Исчезло уважение, исчезла некая одухотворенность, боевой задор пропал. То есть отняли у Александра Добровинского крылья, обрезали по самые пятки. А если быть более объективной, то он сам себе и подрезал эти крылья. У каждого человека случаются взлеты и падения, но Александр Добровинский, он привык быть на вершине. Итак, мои хорошие, самое главное для тех, кто ждет или готов танцевать ламбаду на Александре Добровинском, радуйтесь, радуйтесь. Александр Добровинский плохо думает о власти, плохо думает о своих партнерах. Он считает, что это люди безнравственные. Что касается общества, то есть общественного осуждения, то, конечно же, отношения у него очень-очень негативные. Вселенная требует от него регенерации, то есть сменить привычки или привычный образ жизни, существования. Это может быть вызвано социальной небезопасностью и материальным дискомфортом. Весь 2021 год достаточно сложным в плане обследования, а у Александра Добровинского заболеваний, сложных заболеваний, которыми надо заниматься. Во-первых, это болезни нервной системы, психологически, психически он раздавлен. Наблюдается мания преследования, страх смерти, страх нищеты, страх заболеть. Все вместе отнимает веру в светлое, счастливое, богатое будущее. Категорически запрещено заниматься какими-то рискованными, подозрительными проектами. Лучше исключить контакты с подозрительными людьми, которых у него очень много, но могут потянуться еще и совершенно другие, новые люди. Это период неуспокоенности мысли, может показать неспособность и необходимость серьезного поиска в деловой сфере. Возможно, стремление к сотрудничеству со своей социальной средой, но уже на другой основе. То есть у него происходит поиск новых проектов, новых путей. Он ищет платформу для деловой деятельности. К сожалению, 2021 год этого может не обеспечить. 2021 год покажет ошибки по отношению к обществу, как я сказала, и существующей системе власти, следствием которых явится ухудшение социального положения или же подрыв авторитета. То есть опять где-то что-то Александр Добровинский сделает такое, о чем мы услышим. Есть пиковые даже периоды. Это февраль месяц, затем июль, август, сентябрь, ноябрь и даже в декабре месяце будут некие пиковые ситуации, о которых мы с вами услышим. Что касается января 2021 года, то вот-вот буквально в ближайших несколько дней, сегодня 20 января, будет некий процесс, или же он может принять вынужденное участие в неких массовых процессах. В это время возникает необходимость в постоянном контроле своих подсознательных эмоциональных импульсов. Более того, здесь надо было бы обратиться к врачу и исследовать их причины. Самая главная причина, конечно же, это внутренний кризис, это активизация проблем подсознания. Это дает интерес, возможно, и, скорее всего, не совсем здоровый к необычным явлениям, областям знаний. Практики некие могут проводиться. Что касается делового отношения, то это не самый, как я сказала, уже выше благоприятный период, так как будет наблюдаться запутанность в состоянии финансов, особую проблему составят финансы или же совместный капитал. Возникнут вопросы распределения прибыли, акционирования, кредиты, страховки, налоги, долговые некие обязательства. Вопросы наследства, кстати. Для него это самый сложный будет тоже период. Это состояние повышенной опасности, давление со стороны властных структур. Конечно же, желательно исключить пребывание в толпе, в очередях, участие в каких-то народных выступлениях, митингах, демонстрациях. Представляете, до какого ужаса мы с вами дошли или же я дошла в характеристике 2021 года для Александра Добровинского. Да, дорогие мои, это все наблюдается. Он подвержен негативным, в том числе энергетическим и психическим явлениям. В данном контексте нет ничего удивительного. Это те ощущения, которые испытывает каждый человек на земле. Для него это тоже тяжелый период, который характеризуется повышенным ощущением опасности. Сохраняется возможность тяжелых заболеваний, травм, насилия, несчастного случая. Особенно большую угрозу представляет нахождение в толпе народа. Самое главное – не дойти до выяснения отношений физически, то есть не подраться ни с кем. Ну, та же ситуация, которая была не так давно с Никитой Джигурда. Будет некое выяснение отношений. Стоит здесь даже пиковая дата где-то после 20-го числа. В крайнем случае до 25-го января это должно проиграться. Затем будет еще парочка таких ситуаций. Одна из них будет в августе месяце. Примерную дату назову где-то около 15-го августа. В ноябрь месяц там каким-то образом это все сойдет на нет. Будет более спокойно пройдет. Конечно, деньги какие-то он потеряет, но Вселенная его поддержит. В целом Вселенная его, конечно, как может поддерживает, но тех доходов, тех заработков, которые у него были, не будет. Возможно, это некие неправедные заработки. То есть заработки, которые могут обойти или же появиться вне закона. Это мое предположение из того, что я вижу по прогнозу. Что касается рекомендаций для Александра Добровинского, простите, пожалуйста, я позволю себе это. Основная проблема – это работа с подсознанием. У вас очень сильно работают подсознательные процессы на саморазрушение. Они приносят страх, они приносят некий дискомфорт. Поэтому я позволю себе напомнить вам, что подсознание не первично, не вторично и, как я люблю говорить, не десятерично. Конечно, подсознание имеет очень большое влияние на нашу жизнь. Это не YouTube, это не другая никакая социальная сеть. Это вся Вселенная. Самое главное здесь научиться работать с подсознательными процессами. Блокируйте. Есть хороший блокиратор – русский мат. Я думаю, вы его знаете, вы им пользуетесь очень хорошо, умеете смачно им пользоваться. Так вот, блокируйте все то, что будет приносить страхи, какие-то мысли, какие-то ситуации, какую-то информацию, которая будет вас разрушать. Работайте со своим подсознанием. Научитесь перерабатывать. То есть у нас для людей большее значение имеет мышление. Мы должны думать. Мы должны выстраивать некие логические цепочки. Думаю, что вам знаком закон дедукции, логики. Над этим, пожалуйста, и работайте. Все, что приносит вам подсознание, подвергайте жесткой проверке. Что касается каких-то непримиримых врагов, каких-то ситуаций, тоже работайте с подсознанием, как партнером или же человеком. Иди и принеси мне доказательства, что это именно так. Я говорю о подсознании. Ты сейчас уходи и принеси мне решение той или иной проблемы. Поверьте, я отнюдь не хочу никого разрушать, вносить какой-то раскол в обществе. Так уж случилось, что вы стали достоянием общественности. И мне очень интересно посмотреть, смотреть, обсуждать. Ну и в данном конкретном случае давать некие рекомендации. Дорогие мои подписчики, гости моего канала, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И просьба, не осуждайте меня. Я мягко подаю информацию для всех фигурантов своего аккаунта. Дорогие друзья, это был краткий обзор для Александра Добровинского на 2021 год. Если у вас есть желание сделать прогноз для себя, то вы получите прогноз на каждый месяц более подробно с датами и даже с указанием времени. И более того, даже с графиками на каждый месяц, на каждую дату. Ну и, конечно же, общий график на год. По всем 12 домам гороскопа. Дорогие мои, на этом все. С вами была я, Зоя Клемюк. Удачи!